всем привет это канал бородач tv и у нас в гостях парни я еще не договорил у нас гостях алекс брахиянс это вот человек у него даже кстати там подпись есть алекс на футболочке подписан алекс у нас занимается чем занимаясь тортами уже более десяти лет подожди тортами бокс как бы мастерством убеждения по тартостроению хочу тебе вопрос задать смотри если торт не понравился да нужно что иметь кулаки большие ноги длинные чтобы убежать убегаю так ладно десять лет почему тебя вообще позвать и все знают так скажи пожалуйста вообще вот сейчас дано на рынке много же развелось до всяких людей которые торты делают или корни тяжело с ними конкурировать и не принадлежит верю конкуренции такой я не замечаю так как я постоянно работаю у меня есть постоянные клиенты которых принципе мне достаточно одному у меня не цеха нет ничего и я работаю сам по себе на дому захотел взял заказ до умеет своя база клиентурская с которой я работаю пробовали ваши торты они действительно достаточно крутые понравилось на вкус вообще классно мы ели там три дня среднем или да да то что какой-то был гигантский видимо не очень вкусный просто как все это все что что надо по чуть-чуть помаленечку по ромашке отчитаться за каждый пожалуйста вот какая-то фишка изюминка в твоих тортах ну кроме крутого охранения что есть почему в принципе я делаю стандартные торты не отхожу от каких-либо других канонов да то есть я делаю именно стандарт то есть у меня есть один одна рецептура я по ней работаю то есть если делать разные рецептуры соответственно это надо иметь цех что постоянно разные замесы кремов было разные замесы бисквитов то есть и бывает звонят говорят мы хотим белый шоколадный смешайте нам соответственно это надо делать все отдельно это время соответственно и цена будет другая людям это некоторым не нравится я слышал какие-то творожные крема прикольные используете творожные это крем творожный то есть также используйте бисквит и творожный крем с фруктами без фруктов это уже как расскажи пожалуйста вот по ценнику у тебя как по сцене акварируется на данный момент от 1300 до полторы тысячи времени за кило зрения это средний в принципе но вот у меня такая цена 1300 1500 за килограмм стараемся дальше не выходить я просто слышал что ты как-то делал тортик на день рождения каком-то одному известному диджею ты не можешь ну да я делал диджей ромео днюха санта-барбаре ночном клубе санкт-петербург узнает даже очень добавлен один из лучших да и стоят при этом старта никто не появлялся ну пока что до такого мы не дожили что делать что мы сможем заходил в принципе все возможно наше время сколько времени для того чтобы временное изготовление торта уходит соответственно приготовление бисквита до занимает в течение часа со сбиванием бисквита вот остывание как минимум четыре часа должен бисквит постоять чтобы прийти себя чтобы его уже можно было сиропом дать и подготовить крем и подготовить всю же основу соответственно подготавливаться основа торта потом она обмазывается кто как то с чем работает то с масляным кремом кто за нашу это для того чтобы придать гладкую поверхность чтобы в дальнейшем нанести мастику не такой вопрос сразу же ты белый порошок добавляешь там четыре буквы такой добавляем добавляешь да не вот именно фу к а можно вопросов где идея берешь ты тортов тебе люди подсказывают или я пустяки гели всегда по-разному бывают люди присылают до свои идеи вот хотим вот это соответственно диктует свои условия но как понимаете да я кондитер с высоким стажем и я понимаю что это бывает иногда не подходит потому что они хотят то есть соответственно я могу сделать по базе клиента все что он хочет но не могу гарантировать того что он будет просто супер того что они хотят то есть еще консультируешь да я консультирую потому что бывают цвета выбирают такие которые не подходят для заказов так подожди еще их что-то хотел спросить интересно то есть ты я может быть есть команда может быть кто-нибудь из дизайна который помогает или нет нет честная чисто один работаю поэтому все сам от и до дела а подожди вот смотри если ну тяжкий заказ правильно сейчас расписано да вот как за какое время тебе такой срок опять таки зависит от того что от потока народу то есть может быть я могу принять за три дня за неделю за две это стабильно чтобы попасть на запись и получить свой а деньги как сколько я понимаю ну то есть деньги я соответственно беру по привез заказ и забрал деньги то есть по предоплате я работаю только со свадебными заказами то есть соответственно пятницу свадьба в четверг полная оплата в пятницу доставляется торт на место где кого улица суши вопрос такой вот сколько срок годности вообще у торта потому что вообще 7 2 часа это 3 дня это 3 дня трое суток это самая стабильная то есть нельзя я думаю что мы возьмем но вообще реально уложить но раз я с вами разговариваю доставку по городу я доставляю сам соответственно если это на ломоносов или на питер там соответствующая цена идет доставки если люди согласны я привожу то есть свадебные торты соответственно на питер когда я вожу это стабильно я сам привожу чтобы ответственность на меня не легла никакая что где-то я съехал это еще что-то потому что был случай один раз в клуб 40 вроде бы или в жару не буду врать привезли заказ санкт-петербурга люди была свадьба и потом мне звонили заказчики просили переделать торт совсем чужой торт потому что ярус ехал там сверху была большая корзина и нас ехала то есть это еще пришлось переделать восстановить да ну да пришлось переделать потому что чтобы и людям праздник не испортить ну и помочь суши такой интересный нюанс восстановить чужой торт ну вот реально не знал вот пока ты не сказал как бы это сложно потому что каждый работает со своими ингредиентами и бывает просто приходится из своих ингредиентов новое дело то есть оставлять там два например яруса нижние а дальше продолжать уже своими можно вопрос еще вот так вот так непонятно да все же все знают а вот еще чем интересно то занимаешься может быть это участвует жизни города ну вот участвую в жизни города свое время очень участвовал активно в группе мой сосновый бор я думаю все эту группу знают но вы дружки но свое время дружили я так понимаю теперь мы не дружим потому что меня исключили из группы уже как полгода может быть поменьше за мою активность я не переживаю просто я так понимаю соцсети на для всех должна быть открыта и принципе никого блокировать или из того что кто-то что-то сказал лишнее кому-то изначально не понравилось я считаю это неправильно если это соцсети мы разговариваем все общаемся с людьми мы живем в одном городе мы имеем полное право как бы общаться и говорить свои то что видим по городу то что и недостатки или еще что-то то есть я есть условия да в каждой группе то есть нельзя материться нельзя там еще что-то говорит соответственно это было все соблюдено и ничего не было сказано такого получается ты за то чтобы в группе если ты являешься членом группы ты бы мог иметь возможность что-то сказать конечно я имею полное право я думаю высказывать свои мнения то есть мне никто не должен запрещать ведь это сути то есть для чего она была осознана чтобы люди общались соответственно правильно вот мы тоже стремимся к этому чтобы люди каждому я надеюсь что у вас это все получится и у вас не будет черного списка где люди будут находиться в черном списке то есть город должен свои высказывать то есть я высказывал свое время немало популярностью требовался людям помогала смотрел там следил за этой группы где-то кому-то но мог помочь где-то кошку спасти дерево снять где-то еще что-то где-то дерево снять это тоже плетестный корр и продай на гора бежать сразу еще спеку пару дней но всегда готов помочь если могу этим помочь насчет помощи тебя можете обращаться уже алекс давно тогда то есть в этой группе был сдам но я не буду врать сколько лет потому что не помню активно хорошо сразу же возникает вопрос сколько кошек ты спас но ты просто озвучил и я с андреем спас фамилия не буду брать андрей боровиков вроде вот не буду брать фамилию вот он супермен активно работали по деревьям девчонки вот этого супермена можно вызвать вот поэтому хэштегу для тех кто не говоришь на личном фронте жена нет я не жена надо к этому пройти ответственно и потом не жалеть об этом всю оставшуюся жизнь как-то вообще все нужно а я 12 лет жена красавчик красавчик но иду медленно свободе в сторону потихоньку отходили хотели что-то задать я перебил может быть давай и велики нам что они должны потому что я хочу вас послушать что нам вообще сказать у нас новая акция появилась на канале скажем так если ты хочешь чтобы такая замечательная надпись вот как у тебя на футболке было без ошибок определенных денег стоит а если с ошибкой это тоже интересно если с ошибками то куда не попадут зачем больше рыбок там тем чем более востребованные видео то есть нарвет сеть да люди не ко мне придут здесь повод обсудить так ну ладно краткость сестра таланта мы благодарим тебя за то что ты к нам пришел спасибо тебе за за тортики да за то что ты делаешь это с душой вообще ну за твой талант вообще за твой умение за кошек а приходи огромное спасибо тебе за то что ты новости пишу нереально интересные прикольные я буду стараться я как бы всегда писал и буду писать я думаю у нас только не в группе тоже отслеживается администрации начнем с до новых встреч всего хорошего доброго до свидания пока